Этот памятник непобедимому адмиралу российского флота в центре Темникова открыли полтора года назад. Федор Ушаков – символом мужества, стойкости и образец праведности. Не случайно адмирал изображен с православным крестом в руке. Ушакова в Темникове любят, помнят и чтят. Так постамент под памятник сделан на пожертвования жителей района. И 20-летие канонизации праведного адмирала – большое событие. В течение двух дней в старейшем городе Мордовии будет идти Ушаковский марафон. Но сначала жители и гости Темникова почтили память адмирала и возложили цветы к его памятнику. Здесь же, в парке имени Ушакова, осветили место по строительству часовни святого праведного воина. Оно выбрано не случайно. Именно здесь при жизни флотовод состоял Спасопреображенский собор. В нем же 200 лет назад отпевали воинам. Поэтому очень символично, что здесь должна сначала появиться часовня. Ну а потом, при благоприятных обстоятельствах, конечно же, должен возродиться Спасопреображенский собор. Это будет серьезным знаком для Темникова, для Мордовии и, я бы сказал, даже для России. Проект часовни уже есть. На месте ее строительства стоит камень с памятной надписью. И это еще один этап благоустройства парка имени Ушакова в Темникове. Причисление Ушакова к лику святых по-своему беспрецедентно. По вопросу его канонизации на рубеже веков была собрана церковная комиссия. И после длительного рассмотрения она пришла к выводу, что адмирал не просто почитаемый российский флотоводец, но и истинный христианин. Уже живя в деревне Алексеевка, он раздавал собственные средства нуждающимся. Федору Ушакову помнят и чтят во многих регионах нашей страны и, конечно же, в Севастополе. Мне очень приятно видеть, что далеко в России, на материке, в небольшом городе Темникове так трепетно относятся к личности, как Федору Федоровичу Ушакова. И вот все мероприятие здесь было наполнено именно к его фигуре, к его любви, к его подвигам. Еще одним символом православной веры в Темниковском районе стал Поклонный крест. Он теперь встречает всех гостей города. Его расположили прямо на въезде. Это подарок землячества Шумбрат из северной столицы. А на установку собирали средства всем районам. Во время праздничных мероприятий прошел чин освящения Поклонного креста. Для нас теперь, для православных, это будет очень хорошо, что молодежь будет подъезжать сюда, к Поклонному кресту, и будут брать благословения. Адмирал Ушаков неразрывно связал Темников и военно-морской флот. На день ВМФ рака с мощами праведного воина доставляется в Санкт-Петербург. И там современные моряки отдают дань уважения великому адмиралу. Был проведен морской крестный ход. На катере Иоанн Кронштадт и мощи 4-го флотового прошли вдоль строя кораблей Кронштадтского рейда, вдоль строя кораблей на реке Нью-Йорк. Подробнее о жизни и подвигах российского флотоводца рассказала выставка. Ее разместили в Центре культуры и досуга. Здесь можно познакомиться с генеалогическим древом адмирала, историей его сражений и страницами жизни в Темниковском уезде. А затем отправиться в пеший туристический маршрут от города до Санаксарского монастыря. Вполне возможно, что этой дорогой ходил и Федор Ушаков. С момента, как основан Санаксарский монастырь, эта тропа всегда была. То есть в обход раньше не ходили. Раньше ходили здесь. Местами были броды и переходы. И, соответственно, мостики. И мы ничего нового не возрождаем. Но именно такой поход с детьми, он самый первый. 4,5 километра от пешеходного моста через Умокшу до монастыря с прогулкой по Санаксарской набережной. Первопроходцами стали дети. Они участники этого маршрута. Две группы по 12 человек. Если нет желания идти в столь длительный поход, можно выбрать другую тематическую экскурсию по Темникову или памятные места Мушакова. А потом отправиться во Дворец культуры на гала-концерт с участием победителя межрегионального конкурса в рамках фестиваля патриотической песни «Морская душа». Очень приятно участвовать в подобном конкурсе. В том числе и потому, что я, например, являюсь по основной профессии преподавателем истории. И когда вижу, что историю и таким образом, творческим образом чтят, то участвовать в таких конкурсах очень приятно. Праведный воин, великий флотоводец и допропорядочный христианин. Федор Ушаков через два столетия объединяет моряков и представителей церкви. Его чтят и помнят жители Темникова, Севастополя и далекого острова Корфу. Евгению Косрица, Юлия Мамаева, Максим Бикеев. Народные новости.